Всем привет! Приветствую вас на своем канале История жизни с Эмилией Гарден. Продолжаю украшать свой дом к новому году в прошлом обзоре я показала идею с собой сейчас я ее закончу и эту идею и вы увидите воочию как это будет выглядеть сова просто потрясающая очень реалистичная большая красиво смотрится я ее прикрепила к такому знаете крючку который можно легко отклеить ниже прикрепила также крючок и на него повесила ближе к лапкам венок и у меня получилось так что сова несет рождественский венок вылетая из нашего зеркала сова настолько реалистично и красиво смотрится в интерьере что сказочная новогодняя атмосфера обеспечена вот такая идея воплотилась жизнь продолжаю дальше я украшать свой дом к новому году свою гостиную поставили мы елку теперь я буду декорировать вот это вот место около телевизора где мы собираемся всей семьей здесь есть камин и полка под телевизором убираю светодиодное дерево которая украшала этот угол весь осенний сезон и сюда поставлю вот такую вот елочку она заснеженная литая мне кажется она здесь очень хорошо будет выглядеть предыдущая светодиодное дерево будет у меня в композиции в моей прихожей а сюда около телевизора я поставлю вот такие вот березки с тонкими веточками это дерево светодиодное работает от пульта здесь также в наборе есть переходник для юсб очень тонкие красивые веточки разные у этого дерева режима свечения можно также пультом переключать все режимы свечения выключать включать дерево то есть очень удобно я его расположил около елочки теперь полку по телевизорам я потом декорировать с помощью вот такой вот гирлянда она у меня очень давно еще тогда не было нормальных литых гирлянд и я эту гирлянду задействую как базу у меня по плану сделать такой знаете букет как будто бы такая будет заснеженная поляна по-другому но такой букет практически букет под телевизором разложу вот такой светодиодную гирлянду это гирлянда чем еще удобно она управляется также с пульта выключаем включаем да есть таймер и разные также режимы свечения есть ее можно расправить тогда площадь свечения будет больше но мне захотелось такой вихрь света создать чтобы она светила то там то тут все таки это будет композиция около телевизора не хотелось чтобы композиция била светом в глаза поэтому решила я помягче чтобы она светила дополню свою композицию хвойные гирлянды вот такой гирлянды лиственной мне кажется хвойные гирлянды нужно обязательно разбавлять именно такими лиственными гирляндами если это букет хвойные то это лиственные веточки эвкалипта какие-то да тогда хвойная гирлянда или хвойные ветки будут смотреться намного интереснее но и благороднее конечно же сейчас композиция у меня в виде такого букета я задам сюда разные цветовые сегменты например лиственную гирлянду я еще подчеркну и украшу и дополню да вот такими прекрасными ветками туи другой немножко цвет зелени он освежит всю эту композицию добавлю ветки эвкалипта ветки эвкалипта это вообще вне сезона ветки они украшают у меня композиции как летом как на пасху весной осенью украшает эвкалипт у меня букеты также зима зимней композиции не исключением добавлю к этой композиции также вот такой вот лиственную ягодную гирлянду она такая настолько пушистая плотная красивая выглядит просто потрясающе на этой гирлянде очень крупные такие глянцевые ягодки хорошо прокрашены хорошая такая качественная лиственная гирлянда она хорошо впишется в эту композицию и конечно же украсит такой создаст букетный эффект добавлю также веточки заснеженные куда же без снега это все-таки зимняя композиция но мне хочется чтобы поменьше было заснеженных веточек чтобы эффект был такой знаете чуть-чуть припорошенный снегом букет чуть-чуть припорошил вот чуть-чуть совершенно то там то тут такие заснеженные веточки дозировано тогда мне кажется будет более смотреться интересно убираю внизу я гирлянду эвкалиптовую она мне еще пригодится я ее буду смешивать с хвойной гирляндой когда буду украшать камин добавлю в этот букет вот такие блестящие зеленые веточки они так красиво смотрятся в интерьере и в букетах и в композициях присмотритесь к таким зеленым блестящим веткам смотрятся они но просто великолепно но и поэт потом и их можно использовать и весенних композициях и в осенних композициях я думаю будут они смотреться просто потрясающе включая свою светодиодную гирлянду вот такое свечение у меня получилось больше мне не надо так как все-таки этот весь букет находится на полке под телевизором и повторюсь не хочется мне чтобы свет бил в глаза все-таки хочется больше чтобы внимание было на телевизор на просмотр того или иного фильма например добавляю кое-где шары золотого цвета и красного оттенка и добавлю еще по центру всей этой композиции замечательную красивую винтажную лошадку мне кажется она дополнит всю вот эту композицию и задаст правильную атмосферу немножко по низу пущу вот таких вот кристаллов они очень красиво мне кажется тоже дополнит эту всю композицию этот весь букет по углу у меня этого букета спускаются бубенцы и вот такая вот композиция на полке под телевизором у меня получилось добавлю к дереву вот такого винтажного деда мороза он весьма детализирован красиво качественно выполнен и хорошо вписывается по цветовой гамме ко всему антуражу вокруг с пульта я могу включить и выключить светодиодные деревья и также этим же пультом я могу руководить и подсветкой под телевизором ну а теперь медленно но верно я перемещаюсь к декору своего камина для этого мне нужны будут разные веточки хвойные эвкалиптовые ягодные также буду вам для базы задействовать вот такую вот хвойную ветку она будет у меня служить именно как база и начну ее декорировать сверху я размещу это гирлянды ягодные гирлянды с одной стороны чтобы спускалась ягодная заснеженная гирлянда это ягодная гирлянда очень тоже привлекательна тем что в ней присутствуют и листочки туи и листочки как будто бы папоротника и эвкалипта то есть тоже присутствуют лиственные такие листья которые очень хорошо смешиваются с хвойной гирляндой я даже не помню где уже покупала эти ягоды если честно добавлю еще больше листвы в эту композицию с помощью вот такой гирлянды эвкалипта но сначала разложу просто разложу вот такую вот гирлянду светодиодную чтобы вся эта композиция подсвечилась и только потом сверху будут добавлять лиственную гирлянду из эвкалипта очень хорошо она сюда вписалась разные вот такие ветки водопадного типа чтобы они свисали слегка такой вот заснеженный лес с красными ягодами бубенцами дополню все это я носочками для мелких подарков красного цвета и вот такими винтажным игрушками я весь свой первый этаж это гостиная кухня и прихожая я украшаю именно в винтажном таком классическом стиле добавлю также вот такие вот подвесы красивого красного оттенка такие крупные кристаллы акриловые смотрятся великолепно они конечно же и в антураже декоре елки и в декоре а любой другой композиции просто потрясающие девчонки эти подвесы крупные красивые переливаются просто потрясающе добавлю также я и хрустальных бус хрустальных подвесов они хорошо смотрятся в украшении на новый год в новогодних композициях с елкой хорошо смотрятся хрустальные бусы и хрустальные подвесы они облегчают слегка даже все композиции добавлю винтажных элементов с помощью вот таких подсвечников виде солдатиков винтажных свечей и конечно же классического щелкунчиком в красивом таком мундире красивого цвета и вот такая вот у меня композиция на моем камине получилось теперь перехожу к журнальному столику для журнального столика я возьму большой круглый деревянный поднос светодиодные елочки такого бежевого цвета и такого знаете бронзово-коричневого такого благородного красивого оттенка стеклянную ель и вот такой подсвечник видит деда мороза потрясающий подсвечник очень хорошо впишется мне кажется в эту композицию и в антураж вокруг добавлю мелких деталей таких как например гирлянда светодиодная чтобы было побольше свечения гирлянду светодиодную возьму тоже слегка с винтажным шиком чуть-чуть на камеру она почему-то желтит на самом деле это приятный цвет шампанского свечения такое не и это стеклянные маленькие шарики смотрится просто великолепно это потрясающая гирлянда такой же гирляндой я буду на новый год и на рождество сервировать стол смотрится эта гирлянда изысканно за счет вот этих вот именно стеклянных шариков но и конечно же потрясающее свечение как будто бы изнутри шарика с блесточками ну нет слов девочки от этой гирлянды она очень качественная классная гирлянда для декора и для сервировки стола добавлю лиственную гирлянду лиственная гирлянда она задает атмосферу уюта но и из-за того что все такие листочки такие воздушные вся композиция будет такая воздушная красивая непринужденная но в то же время весьма торжественная и праздничная зажигаю свечи и вот такая вот обстановка вокруг новогодняя такая у меня получилось а 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 Добавлю к этой потрясающей сказочной атмосфере еще немножко новогоднего текстиля с помощью вот такой красивой подушки. На ней изображен большой красивый шар, бант, бубенцы, потрясающая подушка. Замечательно задает она, конечно же, атмосферу и новогоднее настроение вокруг. Посмотрите, как красиво она смотрится на диване. Ну и потом у нее очень хороший размер, 50 на 50, очень удобная. Ну и, конечно же, осталось все это дело, так скажем, подчеркнуть новогодними картинами. Вот такой есть постер, девочки, где Дед Мороз держит маленького Иисуса. Очень такая атмосферная, красивая постерная картина, потрясающе, очень атмосферная. Такие элементы, как новогодний текстиль, фонарики, сова, которая несет венок, механический щелкунчик, который заводится от ключа, все это задает волшебную атмосферу вокруг, атмосферу Рождества, Нового Года, уюта, праздника. А на этом я закончу свой обзор. Впереди мы с вами еще украсим комод в моей гостиной, а прихожая у меня дома. Так что увидимся в следующих обзорах. Всем мира и добра, украшайте свои дома, впускайте в свои дома дух Нового Года и Рождества. Всем мира и добра. Пока, пока.